Запах, который здесь стоит. Сложно поверить в то, что в этих условиях вообще можно жить. Кепочка здесь повисла, висит на шприце, очень удобно. Их четверо. Они живой пример того, что получается из беспризорников, когда те вырастают. Все несчастливы одинаково. На улице не первый год, давно сидят на игле, больны гепатитом. И все же у каждого своя история. Отец меня кинул в детстве, когда я маленький был. Он меня к матери отвез. Я начал убегать из дома. Клеем дышал. На вокзале шарапался. А отец меня вообще временно взял, прописал. А потом узнается, позвонили туда, узнается, что я там временно был прописан. И все. Кинули. Батя взял и кинул. Родной отец на хату. Не знаю, я везде был. В интернаде я был. Четыре года же. У меня уже как бы сидевший даже. За что? За на который я сидел. Год давали. Гречка в пластиковых тарелках из рук волонтеров – единственный луч света в этом темном царстве. Все деньги, которые попадают к ним в руки, уходят на наркотики. Источник финансирования – прохожие. Говорят, и просить милостыню уже не стыдно. Привыкли. Судимых бродяг на работу все равно никто не берет. Граблю. Там еще что-нибудь сделаю. Я не соблюдаю закон. Без разницы вообще. Заберут и заберут. А пера ищут. Я в розыске федеральный. Милиция не сидит сложа руки. Волонтеры утверждают, только этим летом повязали два десятка бездомных преступников. Но это не выход. Всех не пересажать. А тюрьма еще никого не исправляла. Сами волонтеры делают, что могут. Кормят, лечат и привозят теплые вещи. И тем самым едва ли не потакают такому образу жизни. Мол, вы тут чем хотите, занимайтесь, мы вас все равно голодными не оставим и добрым словом ободрим. Изменить ситуацию можно было бы буквально вырвав бродяг с улицы. И такие службы в Москве есть. Выхода нет уже, куда уже все пойдет. Потому что ты сам себе так поставил, так и будешь жить. Лучше же не будет. А что, мечтать ты делаешь, что нечего. Мечтаю. Ну, нахуй. Живу и живу каждый день. Деньги есть и все. А что будет, то будет. Они не знают другой жизни. Их завтра всегда хуже, чем вчера. И главная проблема не в отсутствии денег или жилья, а в нежелании жить. А универсального средства от этой напасти еще никто не придумал. Артем Константинов, Станислав Зайцев, Александр Ивановский, Максим Панкин и Алексей Ленченко. ТВ Центр.